Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Завтра приезжает папа, поэтому сегодня у меня просто куча дел. Я сегодня с утра сходила на лазерную эпиляцию, поэтому у меня лицо в таком виде, все красное, у меня очень чувствительная кожа, поэтому оно дает такую жесткую реакцию. Я вообще папе говорила, что лучше побыть, не знаю, дней 5 здесь в Баку, только потом поехать в деревню, но папа планирует в тот же день, когда он прилетит, чтобы мы поехали. То есть, получается, мы заберем папу из аэропорта и поедем в деревню. И именно поэтому сегодня у меня просто куча дел, которых обязательно нужно решить, потому что непонятно, сколько времени я проведу в деревне. Вопросы с налоговой я вчера решила. Сегодня нужно переделать ноготочки. Сходила на лазер, там загрузить видео кое-какие, чтобы материал был, чтобы мне уже не париться в деревне. Я вот не знаю, папа будет ровно месяц в деревне. Буду ли я этот месяц в деревне, не знаю. Мне, конечно, хочется как можно больше времени провести с папочкой, но в то же самое время у меня есть работа, ютубчик, контент нужно снимать. Позавтракаю. Здесь у меня кофе три в одном. Но я обязательно буду смотреть параллельно дом 2. Единственное, с чем я не знаю, что делать, это мои цветочки. Я, кстати, вчера разобрала букет и, по вашим советам, немного в воду налила спирта, чтобы они дольше стояли. Но вообще, по идее, нафига, чтобы они дольше стояли, потому что завтра мы уезжаем. Где-то 10-15 штук я выбросила. Вообще, изначально, знаете, ошибка этого букета заключалась в том, что его очень плотно просто прижали друг к дружке. И этим бутоном не было просто возможности раскрыться. Но в любом случае, сейчас я не знаю, куда девать эту красоту. Вроде в таком состоянии выбрасывать жалко. Но, с другой стороны, мы уезжаем, это все здесь завянет. Не знаю даже, что делать. Погода, конечно, на улице просто супер. Я хочу сейчас побыстренько помыть машину. Господи, что за тональный у меня не подходит по цвету. Это новый тональный. И лицо у меня прям желтое с ним. В общем, сейчас я хочу пойти дать машину, чтобы ее помыли. И уже припарковать ее близко к нашему подъезду. Потому что очень много вещей нужно будет загрузить. Я уже хочу начать загружать уже с сегодняшнего дня. Чтобы завтра мы не были в спешке. Потому что папа прилетает, получается, в 11. Я рано вставать не люблю. Поэтому все вопросы обязательно нужно решить сегодня. Господи, боже мой, в каком она у меня состоянии. Машинка, это ужас какой-то. Я обычно всегда мою машину в одной и той же мойке. Но сегодня она, к сожалению, закрыта. Не знаю, по каким обстоятельствам. Непонятным обстоятельствам. Ну, в общем, она закрыта. И, кстати, вам, наверное, интересно, по чем же у нас можно помыть машину. В общем, фу, моей машины стоит 10 монат. А если только сверху, это 6. Но если у вас джип, то это все стоит дороже. Конкретно сколько, я не знаю, но значительно дороже. Пришла забирать свою чистую булочку. Ее уже помыли. Смотрите, какая красотка. Супер. Я уже во дворе, в чистой машинке. Припарковалась как можно ближе к моему подъезду, чтобы было удобно тащить вещи. Потому что в этот раз мы будем брать с собой абсолютно все. Всю квартиру будем загружать сюда. Поэтому с сегодняшнего дня уже начнем потихоньку. Мне просто нужно видео опубликовать. И потом я уже потихоньку буду загружать. Что касается машины, мне супер ее помыли. Я считаю, что моют очень дешево. Это физический труд. И он должен, мне кажется, цениться чуть подороже. И хоть у них дешево, я всегда стараюсь давать чаевые. Хотя бы один монат. Потому что это непросто на самом деле. Попробуйте сами помыть чью-то машину. И оцените свой труд. И вот именно им мне хочется давать лишние деньги. Вот возможно мои слова прозвучат как-то даже в какой-то степени глупо. Хотя я взрослая девочка. Приезжает мой папа, который не видел мою машину. И мне так хочется услышать от него хвалебные отзывы о моей машине. Хочется, чтобы он посмотрел и сказал, вау, какая она красивая. Какая ты молодец. Понятное дело, что я взрослая девушка. И уже как бы не нуждаюсь особо так в хвальбе папы. Но все равно не могу передать вам словами. Одно дело тебя хвалят просто окружающие люди. А другое дело тебя хвалит человек, который для тебя является очень большим авторитетом. И вот честно сказать, отчасти эту машину я помыла как раз таки для этого. Я даже не знаю, на улице настолько жарко. Надо посмотреть прогноз погоды. Какая погода будет там. Потому что обычно там холоднее, чем в Баку. Но в Баку очень жарко. Вот в этом кардигане я просто вспотела. Можно без него ходить. Единственное, такой, знаете, легенький ветерок. А так все пучком. Когда она чистенькая, она особая масечка. Вот здесь остановила очень близко к моему подъезду. Не только я одна, как белка в колесе. Тут мама тоже готовит всякие сладости, чтобы раздать соседям. Чтобы в деревне нам было что кушать. Я, если честно, это не очень люблю. По-моему, это называется киатая. Здесь внутри орешки. Мне абсолютно такое не нравится. Но папа это любит. Поэтому мамочка вовсю старается. Я уже настолько устала, что прям сейчас вырублюсь. Ничего не собрала из одежды. Посмотрите, какие красивые у нас получили. Как назывались мамы эти шекер-бурам? Ой, забыла, девочки. Шекер-бурам. Сына на грузбайрам делают, а я обычный день. Я их, кстати, вообще не люблю. Мама приготовила все, что я ненавижу. На этот раз для папы. А, ну для папы. А я не человек, значит, так получается. Реально, вот то, что я ненавижу, она приготовила все. Вот эти орешки внутри, сахар. Совершенно не люблю. И такой маленький получился здесь. Всем привет, мои хорошие. Начинаю новый влог. Ничего не успела заснять. Как я собирала свои висички. Монатки, Твиксика, кстати, берем с собой. И мы сейчас направляемся в аэропорт. Собираем папу, а затем уезжаем в деревню. Я просто сегодня утром за час сделала себе ногти. Это прям такой рекорд. И причем правая рука у меня получилась гораздо лучше, чем левая. Это вот левая. Я просто не знаю, сколько конкретно времени я буду в деревне. И ногти уже были в таком состоянии, что где-то через неделю нужна была коррекция. Поэтому я решила сделать вот такой камуфляж. В общем, я хотела взять себе безлимитный интернет подключить. Но оказывается, такой возможности в боксе или нет. Максимум можно взять 50 гигабайт. И как вы думаете, сколько это стоит? Я была в шоке. Это стоит 30 монат. И еще это не безлимитный интернет. Представляете? Я, конечно, понимаю, что этот пакет нереально большой. Но все равно это не безлимитный интернет. Почему у нас интернет настолько дорого? Вот я понять не могу. Давай, сына. Оп, оп. Так. Не нервируй, мать. Солнышко. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Как его засунуть? Пошел, пошел, пошел. Может, тебе вот так? Стоять! Я вам ничего не подсняла, но мы уже забрали папу. Папа этот немножко нас подождал. Его самолет был в зоне турбулентности. И прилетел немножко раньше времени, поэтому папа немножко нас подождал. И сейчас уже полпути позади. Осталось всего полпути. Мы правда здесь со своими конфетами. Папа привез из России степь. Папа привез степь. И здесь мы заказали рыбный шашлык. Шашлык из красного рыба. Это же не Тома. Курица какую-то принесли. Это рыба. В прошлый раз гораздо вкуснее было. Я думаю, это тоже пинч. Подожди. Прошу. Отец, прошу. Очень. Опля. Ну что, мои хорошие, я уже почти доехала. Ехали мы очень долго. Ехать рядом с папой немножко даже сложно, честно. Он постоянно делает замечания, какие-то нарекания и так далее. Мне комфортнее, когда рядом со мной нет никого. Либо мама, которая ничего не говорит, просто сидит и кайфует от того, что машина едет. Классно. Погода, конечно, здесь просто шикарная. Вишня у нас здесь вовсю цветет. Было бы классно на фоне этой вишенки снять для вас какой-то интересный макбанг. Здесь опять сорняки. Несмотря на то, что мы их в прошлый раз выдергивали, опять сорняки. Опять куча работы. Вот так. Кстати, самое главное. Надо Твиксика вытащить из машины. Он бедненький задрался. Я не знаю, видно вам или нет, но здесь переноски столько волосней Твикса. Это ужас какой-то. Как он линяет. Люди, которые хотите завести домашних животных, учтите этот момент. Вот настолько он линяет. Особенно весной. Потому что скоро лето. Ну, в принципе, он и зимой у нас линял. Он постоянно линяет. А это папина сумочка из аэропорта. И здесь вкусные конфетки. И еще мне сестра Дианочка отправила небольшую посылочку. Сейчас вам покажу. В этот раз папа меня не спрашивал, что же стоит привезти из России. Он знает, что я люблю. Я очень люблю российские колбасы. Они действительно очень-очень вкусные. И отличаются по вкусу от наших. Хотя у нас есть такая же марка. Черкизова. Но, к сожалению, вкус там сильно отличается. И вы не поверите, я не удержалась. И одну палку мы прям по дороге разрезали. И у нас там были булки. Я немножко поела даже. Настолько вкусно было, девочки. Разных видов папа купил очень много. Я думаю... Вот эту вот мы разрезали по дороге. Она очень вкусная. Но больше всего он взял вот таких. Я не люблю, когда вот этой белой штуки так много. Мне больше нравятся такие, знаете, суховатые колбасы. Вот. Мне кажется, надолго это мне хватит. Хотя не факт. С моими аппетитами просто. Одна такая, мне кажется, палка. Где-то на 2-3 дня. Ну, вот эти палки, я думаю, чуть подольше пойдут. Ну, посмотрим. Посмотрим, что как почем. Здесь вот такая. Ой. Аромат-то такой стоит, несмотря на то, что они запечатаны. Все равно стоит шикарный просто аромат. И еще в хачмазе купили хлеб. Он прям горячий, аж даже вспотел. Супер мягенький. Мы уже не первый раз там берем хлеб. Вот сразу взяли 3 штуки. Внутри, конечно, многовато. Но каждый раз ехать в хачмаз тоже неохота. Хотя здесь, в местном магазине, есть хлеб. Но это такая небольшая булочка. Именно такого хлеба здесь, к сожалению, в маркетах нет. Поэтому решили взять сразу 3. Я тут, знаете, сижу, сижу, снимаю вам. И вдруг я очнулась, что я ни разу не сидела у себя в машине на заднем сиденье. Первый раз. Здесь так достаточно комфортненько. Пока все, естественно, что-то делают, убираются. Что делаю я? Спряталась в машине, типа, меня нету. Типа, я не с ними. И разбираю вещи. Этот пакетик с бумажными сюрпризами мне прислала моя двородная сестренка. Ее зовут Диана. Дианочка, тебе огромный привет. Вот это сердечко, которое бьется. Это для тебя. Вот так. Здесь еще что-то. Интересное что-то. Неужели это спаржа? Да. Открой. Здесь что-то написано. Открывайся, да, быстро. У меня все-таки у меня нет. Открой, когда соберешься снимать мукбанг. Так и написано здесь. Посмотрите. Правда, вам не видно. Но я сейчас хочу, Диан, можно сейчас открыть, пожалуйста, с этим хлебушком? Обожраться, как свинья. И сделать вид, что этого не было. Вау, как это мило. Так, что здесь написано? Привет. Надеюсь, тебе понравится. Конечно, понравится. Баку. Айки Эмили. Это я. Привет. Я, конечно, должна была это все открыть на бумажном канале, в видео. Но мне, честно, не хватает терпения. Поэтому я открою прямо здесь. Вау. Смотрите, сколько конвертиков. Здесь что-то пухлое. Здесь тоже что-то интересное. А здесь что-то мягкое. Открой, когда будешь делать новую коллекцию. Вау. Открой, когда тебе будет нужна мотивация. Как это мило, Дианчик. Огромное спасибо. От всем бы таких сестер. Я сразу открываю. Извини, я просто догадываюсь, что здесь. Да, я угадала. Какой цвет, какая текстура. А как пахнет, девочки. Просто супер. Тон 308. Я просто планирую, когда в Баку вернусь, я еще хочу подколоть губки. И тогда уже больше буду пользоваться блесками. Но вы, возможно, даже не заметите, потому что это будет совсем чуть-чуть. Прям капельку. А это мне хочется съесть. Что делать? Ладно, съем за кадром.